приветствую вас мои дорогие зрители и так сегодня будет какая-то мега распаковка посмотрите просто какое количество посылок у меня скопилось это очень не свойственно очень мучительно для меня получить посылку и не открыть ее сразу же но в посылках предметы все одной мануфактуры одной серии которые собирала по разным аукционам разным интернет-площадкам поэтому мне хотелось собрать их в один единый обзор поэтому сейчас мы все быстренько распакуем отдадим уже наконец коту его долгожданную коробку для игры и будем смотреть с вами целую кучу невероятной красотища и так мы начинаем поехали так сегодня будем смотреть много роскошной невероятной совершенно красоты от известнейшей немецкой мануфактуры валендорф одной из немногих мануфактур которые смогли пережить все кризисы первую вторую мировую войну и до сих пор 90-е годы и до сих пор выпускают посуду хотя конечно это все относительно ведь мануфактура очень раз очень много раз меняла владельцев объединялась другими заводами но тем не менее мануфактура и ее клеймо существуют вот такое клеймо практически неизменная всю историю с годом основания мануфактуры 1764 однако сегодня мы будем смотреть с вами еще изделия видно что это одна и та же форма чашки да это одна мануфактура но на ней стоит другое клеймо это шабах кюнст сейчас я вам покажу шабах кюнст и мы сейчас с вами узнаем почему дело в том что одним из владельцев свое время в начале двадцатого века стал фарфоровый завод и он обанкротился в 1926 году его художественный директор ханс шабах смог выкупить формы и оборудование завода и вместе с другими бывшими сотрудниками он открыл предприятие шабах кюнст вот мы и видим его клеймо его посуда вазы декоративные тарелки фигурки стали известны во всем мире в годы второй мировой войны производство остановилось и в пятьдесят третьем году предприятие было экспроприировано правительством гдр и сильно к сожалению сократила свой ассортимент так эта серия декоративной посуды с я уже говорила с рельефной росписью двадцати четырех каратным золотом давайте посмотрим все изделия по очереди и я попутно буду рассказывать что я знаю об этом техника это непростая если я найду где-то картинки или фрагменты видео я вставлю такое золото в расплавленном виде выглядит совершенно черным наносится контуры рельеф и потом после запекания на становится золотым все эти предметы я собирала разных аукционах разных интернет-площадках и так первые вот такая бонбоньерка очень часто я встречаю на аукционах различные совершенно названия для таких посудин то есть сахарничка кто-то бонбоньерка кто-то там для варенья емкость и так далее но я вам скажу одно такое принципиальное отличие что если это сахарница если это джемница что-то такое что предполагает ложечку то как правило выемка для ложечки есть безделие вот если же ложечки нет то это как правило бонбоньерка от французского слова бонбон то есть упаковочка для конфет вот такая тарелочка для мелочей ну или декоративная тарелочка я не знаю как ее правильно назвать в любом случае это посуда декоративная из нее не едят ее коллекционируют такой декор в общем-то существует каталог фабрики с названиями декоров такой декор они пронумерованы и поэтому носят очень непоэтичное название 660 номер у него но называется он золотая роза на железно-красном фоне ну это дословный как бы перевод с немецкого я думаю что железно-красный имеется в виду оттенок самого красного он такой кажется вроде бы алым да сейчас на съемке но он такой немного стерокоты вот эту чашечку я купила уже повторюсь все предметы покупала отдельно здесь к сожалению блюдца в таком плачевном состоянии но я это знала поэтому собственно говоря эта пара была куплена по цене буквально одной чашки поэтому блюдца я буду к ней искать либо в крайнем случае куплю какое-нибудь золотое вот такая ваза не существует я буду прикреплять картинки совершенно разных более 600 различных форм посудин в этой серии они будут в разных цветах вот вы видите даже у меня есть зеленая парочка и и синий кобальтовый и такой бирюзовый цвет и белый на которыми разображены либо цветы либо есть орнамент ну как сказать узор дракон но вот это совершенно очаровательная троечка от шабах кенст поэтому она если вот здесь вот сделано в гдр то есть это такие декоры это 6 начало семидесятых конец шестидесятых начало семидесятых то это явно постарше потому как в семидесятых годах уже то о чем я вам говорила фабрика снова начала возобновила производство скупали по частным коллекциям по музеям свои статуэтки посуду для того чтобы восстановить формы орнаменты и возобновить производства но это тройка но здесь как батареечки и блюдца достаточно простого дизайна и вот такая у меня еще зеленая серия так называется цветок на зеленом фоне такая небольшая бомбоньерочка и такая же маленькая тарелочка декоративная коллекцию эту можно собирать бесконечно потому как бесконечное количество вариантов форм посуды размеров этих форм и несколько вариантов узоров поэтому это можно собирать до бесконечности и я думаю в принципе скоро мы посмотрим на какие-нибудь новые экспонаты потому как мне очень нравится эта серия просто безумно это абсолютно шикарная для витрины вашего серванта на вот такие декоративная серия на великолепно смотрится вот это очень узнаваемая форма чашки валендорф вот с таким колечком это такое наследие арт-деко пятидесятых водов и давайте с вами посмотрим покружим как я люблю говорить наши изделия порассматриваем их со всех ракурсов со всех сторон потому как это прекраснейшая ручная работа это полностью росли с 24-кратным золотом и такой рисунок возможно сделать только вручную я пыталась переводить с немецкого сайта информацию и там как-то так было написано что через какую-то специальную конюлю выдувается вот этот вот узор вот это золото жидкое которое изначально черное потом оно после запекания становится золотым вот такая сказочная ручка таким колечком этот красный узор конечно мне нравится больше всего я думаю он станет основой моей коллекции просто посмотрите какая роскошь вот другого слова здесь не подберешь это просто роскошная роспись фарфор кстати очень легкий и очень белоснежный очень качественно этой мануфактуры дело в том что когда еще там они основались но здесь стоит код основания 1764 мануфактура основана на несколько лет раньше они не могли получить лицензию сначала в тюринбе и первые 15 лет фарфор был не таким шикарным не такого высокого качества потом мануфактура стала закупать чешский каолин и уже стала производить изделия такого качества высочайшего мне еще очень нравится темный кобальт очень красивый в этой коллекции потому как темно-синий с золотом тоже выглядит шикарно поэтому я такой человек что остановиться вовремя мне трудно я думаю что мы еще много предметов увидим в этой серии так что подписывайтесь на мой канал ставьте лайки обязательно это важно не только для меня но и для того чтобы youtube мог продвинуть мое видео в своих алгоритмах поэтому мы с вами будем смотреть еще много много разной красоты у меня много из чего показать много я уже купила и ожидаю в посылках завтра у нас очередной забег по барахолке поэтому видео я публикую часто регулярно и поэтому подписывайтесь и нажимайте колокольчик вот видео для того чтобы первыми посмотреть мы следует мои новые видео вам придет оповещение всем пока пока